Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 42 казахстанца вернулись на родину из Турции бортом МЧС. С ними вместе прилетели 22 гражданина Кыргызстана. Самолет приземлился сегодня утром в международном аэропорту. Вчера этим спецбортом в зону бедствия Газиантеп из Астаны отправили группу сотрудников Республиканского спасательного отряда и специалистов Центра медицины катастроф. Они оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения. Мы проживаем, работаем, у меня дети там учатся. Два года как там находимся. Было все нормально, как говорится, внезапно. А вообще, когда узнали, когда начались эти землетрясения? Вот состояние такое было, знаете, через каждые 15-20 минут вот эта вот тряска, оно все равно человеку плохо становится после этих трясок. Тем более детям. Это вот сейчас психологический шок у нас. Вот, видно, как приехали. А дом, где вы проживали, он в каком состоянии сейчас? Трещины имеются. Сейчас вот все покинули, все уехали. А соседние дома были разрушены? Разрушены, да. Наши соседние дома все разрушены. Были люди погибшие. Среди знакомых были? Среди знакомых нет, но соседи. Между тем, прибывших из Турции встречал специально организованный автобус. Людей разместили в одном из столичных отелей. Все они жители регионов и позже планируют улететь домой. Проживание в отеле для них бесплатное. Мы подготовили 15 комнат для размещения 45 человек. В первую очередь из-за событий, которые произошли в Турции, много человек погибли. Нам очень жаль. Это одно из самых крупных землетрясений в Турции. Мы переживаем эту беду вместе с ними. В Анталии и Кемере также наша сеть отелей разместит первых тысячу пострадавших. Обратиться могут все желающие. Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек, передает агентство Анадулу. Более 62 тысяч пострадали. В Сирии на данный момент известно о более 2,5 тысяч погибших. Между тем, спустя трое суток под завалами продолжают находить выживших. Душераздирающие кадры из Турции двоих детей вытащили из-под завалов почти через трое суток. Произошедшее можно назвать чудом. По международным нормам через 72 часа шансы на выживание значительно уменьшаются. А это пережившие землетрясения жители Антакии. Люди остались без крова. От холода приходится спасаться у костра. Наш дом разрушен. Под завалами остается много людей. Моя мама и брат сегодня заработала техника. Мы пытаемся сделать все, что в наших силах. Сложнее ситуация в Сирии. Спасатели и гумпомощь не могут добраться до многих, так как часть районов контролируется оппозиционными силами. Также не хватает техники. Но несмотря на трудные обстоятельства, спасатели занимаются поисками, не покладая рук. Найдена еще одна девочка. Слегка напугана, но с благодарностью она обнимает своего спасителя. А девочку по имени Шам, оказавшуюся под завалами, волонтеры подбадривали, напевая песню. Число жертв в обеих странах исчисляются тысячами. Цифры растут по мере того, как из-под завалов извлекают тела погибших. Поисковым работам препятствуют снег и дожди. Но несмотря ни на что, спасательные работы в зоне бедствия продолжаются. Завреж Думан Кызы, Искандр Сергалеев, Хабар 24. Субтитры создавал DimaTorz, Материнал Кызы. Время licENCY Время, виртуем, виртуем, виртуем. Субтитры создавал DimaTorz, Думан Кызы. Пятиэтажный дом загорелся в российском Новосибирске. Произошел взрыв газа, пишут местные СМИ со ссылкой на власти. По меньшей мере два человека погибли, 11 госпитализированы. Судьба еще 11 человек пока неизвестна. Разрушены десятки квартир. Разбор завалов продолжается. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ну а сейчас прямой эфир. Продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Я передаю слово коллегам. Спасибо, Арстан. Уважаемые коллеги, мы начинаем экспертный круглый стол с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Сонымен, қайрыл күнкорметарптестер, қымбатты қонақтар. Казахстан Республикасы президентшандағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпаратты ғалағына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақстандағы қант өнеркәсіпінің проблемалар мен перспективалар жайлы сөз қозғаймыз. Эрине элементтік маңызы бар азық түлік таварына кіретін қант пен тұрақты қанттамасыз ету мемлекетіміздің бас міндеттерінің бірі. Бүгін өз өрайда, дәрі өз тавардың үшкі тұтнуы өндірлің жалпы қантқа қатты мәсілермен өл артан шишу жолдарңық растратын мұланыс. Уважаемые участники сегодняшнего круглого стола, я рада сегодня видеть вас в стенах службы центральных коммуникаций. Также приветствую уважаемых наших коллег, журналистов. Мы сегодня пригласили вас, чтобы узнать ваш экспертный взгляд и мнение по поводу проблем и перспектив сахарной отрасли в Казахстане. Безусловно, одной из главных задач государства является стабильное обеспечение сахаром, который входит в социально значимый продовольственный товар. Итак, сегодня у нас в гостях представители Министерства сельского хозяйства, Министерства национальной экономики, КТЖ, Нухпайтирек, также Министерства торговли и интеграции. Более подробно мы познакомим вас со спикерами во время выступлений. Также, кстати, с нами на прямой связи заместитель Акима Житсуской области. Итак, первое слово я бы хотела предоставить директору департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Жоумбаеву Канату Сагиндыковичу. Пожалуйста. Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Как вы все знаете, у нас в Казахстане импортозависимость по сахару очень высокая. То есть страна всего лишь на 40% обеспечена сахаром собственного производства. Из них, если по сырью смотреть, то всего лишь на менее чем на 10% обеспечены отечественным сырьем с сахарной свеклой. То есть 60% сахара практически мы импортируем. Из них львиная доля в основном это Россия и Беларусь. В прошлом году те проблемы, которые возникли с поставкой сахара из России, ввиду введения запретов на вывоз, на экспорт сахара и лицензирование в Беларуси, обнажили все наши проблемы по продовольственной безопасности именно в части сахара. Когда цена на сахар в магазинах у нас 400 тенге до 900 тенге поднялась буквально за короткий период. Поэтому правительством в текущем году был принят комплексный план по развитию сахарной отрасли, который состоит из 33 пунктов. И на сегодняшний день у нас по некоторым пунктам есть вопросы, которые требуют обсуждения, выработки каких-то мер, предложений. Какая работа была проведена до сегодняшнего дня, это тоже хотелось бы отметить. В рамках комплексного плана предусмотрены мероприятия, в частности, допустим, по увеличению пассивных площадей. Планируется, что к 2024 году мы увеличим пассивные площади до 25 тысяч гектаров. На сегодняшний день увеличение пассивных площадей под сахарную свеклу на текущий год запланировано с 10,1 тысяч гектаров до 16,1 тысяч гектаров. Приняты меры по снижению НДС, в частности, допустим, при ввозе сахарного отраслика предусмотрено в текущем году обнуление импортной пошлины. Мы сейчас этот вопрос планируем вынести на заседание ЕЭК. И в рамках утвержденной квоты, то есть мы увеличили квоту на текущий день, нашу заявку, до 450 тысяч тонн сахара и сахарного отраслика. И в рамках этого мы планируем обнуление импортной пошлины нового сахарного отраслика сырца. Были увеличены нормативы и субсидии на сдачу сахарной свеклы на сахарные заводы с 15 до 25 тенге за килограмм. В рамках дорожной карты предусмотрены мероприятия по финансированию сахарных заводов, в частности, по так называемой оборотной схеме. В частности, акиматами областей предусмотрено выделение 25 миллиардов тенге на финансирование сахарных заводов по оборотной схеме. Из них уже 14 миллиардов, по нашей информации, на сегодняшний день уже выделено денежных средств, а выделение оставшихся денежных средств будет в ближайшее время осуществляться. То есть это находится на контроле правительства. Хотелось бы еще послушать именно сами сахарные заводы, какие проблемы есть по реализации нашей дорожной карты, какие проблемы есть по финансированию, как изменилась логистика по доставке сахарного сырца с прошлого года, то есть все логистические маршруты, как вы знаете, были нарушены, и как сейчас эта логистика происходит, какие проблемные вопросы есть, и какая помощь со стороны государства, государственных органов, ассоциаций нужна. Вот основная цель нашего сегодняшнего совещания. Поэтому, как бы не затягивая мое вступительное слово, я хотел бы сразу предоставить слово председателю ассоциаций сахарно-пищевой и перерабатывающей промышленности на Росголио Айжану Абакану. Добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленную возможность встретиться сегодня за таким вот круглым столом, обсудить наши проблемные вопросы. Но, с одной стороны, конечно, хорошо, что сахар вышел на первый план, и на него стали обращать внимание. С другой стороны, очень грустно, что это, как говорится, пришлось пойти по такому принципу, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И, наверное, если бы не сложилась в прошлом году такая ситуация критическая, которую мы наблюдали, то, может быть, сахарная отрасль до сих пор оставалась бы в позиции падчерицы у своей мамы. Но, если говорить о нашей отрасли, то да, вот, как подчеркнул предыдущий спикер, отрасль остается импортозависимой. Прошлый год показал эту картину, что да, действительно, мы импортозависимые. Понятно, что государство делает определенные меры, предпринимает шаги. В частности, в сентябре прошлого года была принята, наконец, утверждена за подписью председателя правительства комплексный план мероприятий по развитию сахарной отрасли, где были учтены ряд вопросов. В частности, там есть ряд блоков. Это обеспечение сырьем, инфраструктурное обеспечение, модернизация, запуск новых мощностей, защита и господдержка производителей сахара и меры по сдерживанию стабилизации цен. Если мы пойдем в рамках этих пунктов обеспечения сырьем, в соответствии с этим комплексным планом мероприятия мы видим, что увеличение пассивных площадей в 2023 году предполагается до 16 700 гектар. Мы будем очень рады, если это состоится, потому что сами мы наблюдаем картину противоположную. С 2020 года у нас ежегодно сокращаются пассивные площади. Если в 2020 году пассивная площадь составляла 15 200 гектар, то в 2022 году она составляла всего 9 000 гектар. Это катастрофически маленькие площади, соответственно, мы получили катастрофически маленький урожай. И если мы по нашему оптимистическому прогнозу ожидали 40 000 тонн свеклы получить, к сожалению, мы получили пессимистические прогнозы. На сегодняшний день у нас производство сахара из свекловечного сырья составляет 28 600 тонн, что очень мало. Далее, если мы говорим об инфраструктурном обеспечении, то это самое главное – вода, обеспечение водой, потому что это для южных регионов страны такая архиважная проблема – недостаток воды. И если в Джамбульской области более-менее ситуация еще получше, то в Алматинской области ситуация очень плохая, и если мы не решим вопрос обеспечения водой, то мы не достигнем никогда повышения урожайности сахарной свеклы. Также к инфраструктурному обеспечению относятся вопросы газообеспечения и подведения железной дороги к заводу Ахсукант. Я хочу отметить, что в 2017 году между Акиматом, тогда Алматинской области, и заводом был подписан меморандум о сотрудничестве, в котором черным по белому было написано о том, что Акимат обязуется обеспечить газом завод. И также было написано, что в 2020-2021 году газ будет проведен на завод. На сегодняшний день, мы с вами находимся уже в 2023 году, газ до сих пор на завод не проведен. Соответственно, это удорожает продукцию, которую производит завод. Что касается железной дороги, там еще даже не подходили к решению этого вопроса. Поэтому у меня очень большая просьба, если здесь есть соответствующие органы, взять, как вы говорите, на карандаш этот вопрос, и все-таки довести газ до завода. Иначе ситуация отвратительная. Связано это также с тем, что в самый период, когда завод начинает работать, и он нуждается в мазуте, и именно в этот период мазут поднимается в цене, и тот объем, который необходим заводу, завод не получает. То есть, с одной стороны, от нас просят произвести сахар, с другой стороны, нас не обеспечивают ресурсами для производства сахара. Следующий блок вопросов, который был в комплексном плане мероприятия, модернизация и запуск новых мощностей. Значит, заводы, да, мы предполагали, что заводы будут модернизироваться, каждый завод примерно какие-то планы для себя уже составил, и, предположительно, сумма модернизации, которую закладывают заводы, это 13 миллиардов тенге. Но также мы хотели бы, наверное, чтобы и здесь были какие-то предпринятые меры господдержки, в частности, возможно, выделение каких-то льготных кредитов на закуп оборудования, потому что оборудование тоже на производство сахара очень дорогое. Далее, защита и господдержка производителей сахара, то есть проработка вопроса предоставления финансовых средств на пополнение оборотки, о чем сегодня уже говорили, что был подписан меморандум между сахарными заводами, между СПК и комитетом торговли 12 октября о стабилизации цен. В рамках этого меморандума предполагалось, что СПК будут выделять средства оборотно для того, чтобы сахарные заводы могли приобрести сырец и произвести из него сахар. Но, к большому сожалению, этот процесс был очень длительным, и самое первое финансирование, если мне не изменяет память, у нас произошло в декабре, хотя меморандум был подписан в октябре месяце, то есть 2,5 месяца мы потеряли. И мы всегда находимся, к сожалению, в ситуации, когда мы пытаемся догнать уходящий поезд. То есть если бы мы получили деньги раньше, то тогда у нас была бы возможность купить более дешевый сырец, чем мы имеем на текущий момент. Ну, худо-бедно мы деньги получили. Опять же, не все. Есть ряд регионов, которые до сих пор не перечислили деньги. Я даже могу их назвать. Это СПК Каспий, СПК Алматы, СПК Абай, СПК Шымкент, СПК Туркестан и Восточно-Казахстанская область. Часть этих СПК договоры подписали. С какими-то СПК договор так и не подписан. И вопрос финансирования остается открытым. Следующий вопрос – это меры по сдерживанию стабилизации цен. В рамках этого направления предполагалось, что будут приняты правила по установлению минимальных цен. Этот момент также был прописан в меморандуме. И также в меморандуме была такая оговорка, что меморандум вступает в силу после принятия утверждения минимальных отпускных цен. Правила эти сейчас находятся на обсуждении. И опять же мы находимся в состоянии догоняющих. То есть если бы мы эти правила приняли в октябре, в сентябре, то на сегодняшний день ситуация была бы, опять же, лучше. И нам бы не пришлось конкурировать с российским сахаром, который сейчас продается в Казахстане по цене 360 тенге. Тогда как себестоимость нашего сахара выше, чем продажная цена российского сахара. То есть каким-то образом все равно надо эту проблему решать. Также вы поднимали вопрос о железной дорожных, скажем, о железной дороге и в частности обеспечении локомотивной тягой, обеспечении вагонами. Мы в прошлом году буквально все лето воевали с КТЖ, потому что приходилось работать в таком, знаете, режиме постоянные звонки и постоянные просьбы пропустить наши вагоны, которые оказались либо где-то на тупике, где-то брошены и так далее. То есть постоянно приходилось эти вопросы решать с телефоном в руках, как говорится. И осенью мы столкнулись с проблемой, что либо нет локомотивной тяги, либо недостаток вагонов. То есть вот этот вопрос тоже хотелось бы, чтобы помогли нам решить. Вот. Ну, если я что-то не сказала, наверное, мои коллеги продолжат. Пожалуйста, коллеги. Спасибо большое. Вот вы упомянули о... Вот, да? Также оба... Мы высмотрели брифинг службы центральных коммуникаций, а мы продолжаем. Казахстан и Франция договорились о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Теперь оба государства смогут отправлять друг другу запросы о проведении обыска или конфискации имущества. Соответствующий законопроект о ратификации приняли на заседании Сената. Определены условия, порядок и основания для отказа. Согласно договору, стороны уполномочены доказывать вину подозреваемых и обвиняемых в преступлении. В числе таких мероприятий временная передача лиц под стражей. Отмечается, что затраты на транспортировку, командировочные и больничные заложены в бюджете. Поэтому все расходы ложатся на запрашивающую сторону. И лишь только в некоторых случаях траты будут разделять между двумя странами. Порыв на тепловой магистрали произошел в городе Рудном Кустанайской области. В результате без тепла остались около 100 строений. Среди них 24 многоэтажных жилых дома. Сейчас коммунальщики устраняют последствия порыва. К слову, это уже четвертая авария на тепловых магистралях в Рудном с начала отопительного сезона. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Всем привет. Очередная авария. Вот с утра все в пари. Ну а сейчас в Уральск. Там на заправках не хватает жиженого газа. Дефицит топлива специалисты объясняют ремонтными работами на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. С 1 февраля на предприятии ведут внеплановые работы. И вместо больше трех тысяч тонн с 1 февраля отгружено лишь 192 тонны. Этот объем распределили между 17 автозаправочными станциями. Отмечу, в области 107 А ГЗС сейчас в запасе осталось 550 тонн топлива. Этого хватит только на три дня. Для решения проблемы газ намерены поставлять с местного нефтеперерабатывающего предприятия в газосетевые организации региона. В городе у нас за наличный расчет реализуется 64 автозаправочных станций, где свободно можно заправляться газом. 21 из них реализует талон, а остальные у нас на сегодняшний день закрыты. В связи с этим с Акимом области, с Министерством энергетики был разработан план на сегодняшний день нам предоставлять 1000 тонн дополнительно. Также с Актюбинской области нам дали 200 тонн. Также сегодня с Атравской нефтеперерабатывающей заботы возобновили обратную доставку. Каждый день по 50 тонн. А вот жители Экибастуза будут платить за тепло всего 30% от суммы, выставленной в квитанции. Такое решение приняли в связи с падением нормативных параметров на тепловых сетях. Сейчас в Экибастузе разрабатывают ПСД на модернизацию четырех тепломагистралей. Их общая протяженность 5 километров на следующей неделе проект направят на госэкспертизу. В случае положительного заключения тепловики сразу же приступят к замене теплотрасс. Также отремонтируют систему теплоснабжения внутри жилых кварталов. Только за последние два дня в городе произошло 19 аварий. Нестабильно работают котлы и на Экибастузской ТЭЦ. Тепловые параметры там сильно занижены. Занятия в школах переведены на онлайн формат. Работа детских садов тоже приостановлена. Ведутся работы на тепловых сетях города. С начала года было обнаружено и устранено более 150 различных неисправностей. Сегодня в рамках этих новых исследований обнаруживаются новые дефекты. Из них почти 20 на основных магистралях и 10 на внутриквартальных тепловых сетях. Теперь все они временно восстановлены. Был разработан алгоритм начислений. Утвержден следующий алгоритм начислений. То есть жителям в связи с некачественным отпуском теплоснабжения будет начислено только 30% начислений. То есть 70% будет скидка по теплу. 29 населенных пунктов находятся под угрозой потопления в области Улытау. В них проживают более 3000 человек. В регионе начались противопаводковые работы. Оборудовали 42 пункта для возможной эвакуации жителей. В готовность приведены 34 единицы спецтехники. Специалисты расчищают канавы и создают беспрепятственные условия для стока талых вод. Ситуация находится на контроле властей региона. С 1 марта спасательные службы переведут в состояние повышенной готовности, отметили в ДЧС области. Тем временем более 30 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Акмолинские водители наибольшее количество нарушений допустили любители скоростной езды. Почти 28 тысяч таких водителей привлекли к административной ответственности за превышение установленной скорости. Оставшиеся автолюбители получили наказание за выезд на полосу встречного движения, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и вождение авто в нетрезвом состоянии. По словам полицейских, немало и тех, кого ранее уже лишали водительских прав за пьяную езду, но они повторно сели за руль, употребив алкоголь. Уже за январь месяц 198 водители привлечены к административной ответственности по статье 608 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях, которые лишены на 7 лет права управления. 46 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортом, будучи лишенным права управления. Списки лишенных водителей у нас внесены в систему Кургау. Строительство новой 12-й станции Алматинского метрополитена начнется в 2024 году. Это поможет решить часть транспортных проблем города. Сейчас власти мегаполиса выкупают у владельцев участки земли, где планируется провести линию метрополитена. Эта работа будет завершена до конца года. А уже в марте проект станции Халхаман должен быть одобрен государственной экспертизой, рассказывает Григорий Беденко. Алматы сегодня невозможно представить без метрополитена. В сутки им пользуются по меньшей мере 85 тысяч пассажиров. Можно сказать, что метро позволяет избежать транспортного коллапса в крупнейшем городе Казахстана. Полтора года назад проект строительства новых станций в западной части Алматы был пересмотрен. Но Рызбайский район стал активно застраиваться. И линию решено было продолжать не по улице Ашимова, а значительно дальше, вдоль проспекта Алатау. Здесь в ближайшем будущем предполагается построить четыре станции. Первая получила название «Калкаман». На сегодняшний день от станции Балжан-Мамышова в сторону станции «Калкаман» построена демонтажная-монтажная камера для монтажа и демонтажа пароходческих комплексов. Также пройдено порядка 300 метров перегонных тоннелей. По самой станции ведутся работы по выкупу земельных участков. По завершению выкупа начнется и строительство самой станции. В настоящее время пересмотренный проект по продолжению метрополитена проходит государственную экспертизу. Она должна завершиться уже в марте. А строительные работы предполагается начать в 2024 году. Жители района, где должна пройти ветка, в целом позитивно относятся к тому, что у них скоро появится новая станция подземки. Метро вообще-то нужно, потому что все-таки отобыстрее до любого пункта доехать. Ну, не совсем за пунктом, но хотя бы так, без пробок. В часы пик у нас очень сложно передвигаться на автобусе или на своей машине. Метро совсем другое дело. Спустился под землю и выходишь уже там, куда тебе нужно. Автобусы иногда бывают плохо ездят. В основном они полные, а на метро это очень удобно и быстро. Тем более, что я учусь там, где конечное метро. Но для того, чтобы начать строительные работы, муниципальным властям необходимо выкупить у частных лиц землю, на которой построены домовладения. Работа, как утверждает в Акимате, очень сложная, так как владельцы участков должны получить адекватную компенсацию. Оценочная компания работает с каждым индивидуально. Там 92 земельного участка. Из них 31 участок мы уже взяли в данный момент. 21 уже на стадии готово. Сейчас мы уже выкупаем. И по оставшему работу ведется. До конца текущего года мы планируем завершить первый этап. Если все пройдет благополучно, то строительство станции «Калкаман» начнется в следующем году. В эксплуатацию она будет сдана в 2025-м. Протяженность сектора подземки составит 2 километра. Далее предполагается построить еще три станции. Названий у них пока нет. Ветка пройдет вдоль проспекта Алатау. Первая появится недалеко от Акимата-Наурезбайского района. Вторая на пересечении с улицы Толиби. А третья в районе рынка Барлык. Общая протяженность ветки составит 5 километров 300 метров. Что же касается станции «Калкаман», то после ее открытия метро будет способно перевозить 100 тысяч пассажиров в сутки. Григорий Беденко, сержант Жумабаев, Радик Джакупов, Алматы, Хабар, 24. К этой минуте все. До встречи.